Микс Ньюс Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире «Прямая линия» в рамках проекта «Культурная линия». У нас сегодня онлайн-дискуссия и на связи со студией протеерей Владимир Вигелянский. Здравствуйте, дорогой отец Владимир! Здравствуйте! Представляем нашего гостя. Владимир Вигелянский – публицист, литературный критик, популярный православный священник, миссионер и блогер, бывший руководитель пресс-службы Патриарха Московского и «Всея Руси» и Алексия Второго и Кирилла, член Союза писателей и Союза журналистов России, настоятель двух московских храмов, один из которых – исторически знаменитый храм Святой Мученицы Татьяны при МГУ и преподаватель Сретенской духовной семинарии. Спасибо большое, что вы нашли сегодня для нас время. И сегодня у нас и сегодня у нас еще один замечательный повод, такой непреднамеренно так сложилось, что сегодня мы отмечаем 14 сентября – День Церковного Новолетия. Мы вас поздравляем с праздником и символично, что в этот день мы презентуем новую книгу. Книга называется «Русский ключ». И первый вопрос, отец Владимир, наверное, представить эту книгу. «Русский ключ» и расскажите немного, что вы вкладываете в понятие «русский ключ». Это какое понятие скрывается под этим названием, или это просто фигура речи? И как вы составляли, отбирали посты для этой книги? Она состоит из ваших эссе в фейсбуке. Ну, во-первых, для тех, кто нас видит, но, к сожалению, не слышит, я представлю эту книжку. Вот она. Подождите-ка. Видим. Даже не знаю, как. Нет, наоборот. Наоборот, да. Так, чтобы она как-то была видна. Вот. Это в начале пятнадцатого года я открыл для себя журнал «Фейсбук», и в течение пяти лет, сейчас уже скоро будет шесть лет, я записываю туда свои эссе, и за пять лет у меня набралось их тысячи семисот штук. Вот. Потом несколько издательств мне предложили издать какие-то свои эссе, и я в издательстве Сретенского монастыря вот издал эту книжку, она там восемьсот страниц, пятьсот эссе. И это жанр дневника с первого января до тридцать первого декабря. это как бы записи за один год. Ну, это, конечно, условная вещь, туда вошли записи разных лет, но просто я делал вот так, чтобы это было хоть какой-то сюжет, пусть временной, но какой-то сюжет. Над названием я много думал и остановился на этом названии, в которое я вкладываю такое значение. Ключ в русском языке имеет три значения. Ключ это источник воды. Ключ это то, чем открывается дверь или сундук. И третье ключ от шифра или какого-то кода. так вот в моем значении ключ это все три этих значения, потому что этим ключом я считаю Евангелие, Священное Писание. Это и источник, это способ открыть что-то закрытое и способ расшифровать шифры и коды нашей цивилизации и нашей истории. Почему русский? Объясню ко мне некоторые претензии. Говорит, а что есть какой-то английский ключ, есть ли какой-то еврейский ключ или латышский ключ. Но я вкладываю в это скорее историческое понимание русский, потому что русский человек на протяжении тысячи лет это человек на изломе, это человек, который не мог заниматься большей частью своей частной жизнью, потому что вокруг бушевали разделения, двух с половиной вековое иго, монгольское, революции, гражданские войны, захватнические войны, это человек всегда стоящий перед выбором, как ему вести себя в взаимоотношении с властью, взаимоотношения с обстоятельствами, и он выбирал христианскую веру для спасения себя и для спасения Отечества. Именно это то бревнышко или та соломинка, за которую он держался, и почему эта цивилизация не погибла? Именно потому, что русский человек в самых страшных обстоятельствах, которые были в истории, держался за веру. Вот, собственно говоря, так вкратце, конечно, объяснение моего названия. И напомним нашим радиослушателям телефоны прямого эфира 672-12-939, 672-13-939, наш гость протеерей Владимир Вигелянский. Мы говорим о его новой книге «Русский ключ» и напомним, как организован наш эфир. Мы анонсируем прямую линию заранее и приглашаем радиослушателей присылать свои вопросы. Откликаются очень активно, как правило, журналисты, потому что мы проводим эфир в сотрудничестве с международным медиаклубом «Формат А3». У нас поступило очень много вопросов. Сейчас мы постараемся, отец Владимир, вам их задать. Вы отметили после выхода книги, что вы получили замечания от читателей на равне с похвалами и с признательностью, что слишком много в книге вы рассуждаете о русофобии и, в общем-то, преувеличиваете это явление в истории современном мире. Что вы отвечаете на такие замечания? Вы знаете, что очень часто у меня много ближайших друзей евреев. И они везде во всем видели какой-то антисемитский душок. и я то же самое им говорил. Зачем вы во всем видите антисемитизм, хотя я этого не вижу. Вот. на что они говорят? Для того, чтобы понять, что такое нелюбовь к твоей нации, надо принадлежать к этой нации. И тогда все на свои места. То же самое с русофобией. очень часто подменяю рассуждения о русских и России, например, заменяю русских евреями, или заменяю русских англичанами, или американцами, или мог бы латышами. И тогда яснее выглядят вот те выпады, те обобщения, которые стоят за некоторыми рассуждениями. Ну, а кроме того, мы также наравне, как и с другими нациями, которые претерпевали гонения только за то, что они принадлежат к той или другой нации, или говорят на том или ином языке, я у меня за мою жизнь возникло неприятие этого. И я не терплю никакие рассуждения связаны с коллективной виной той или иной нации, только потому, что некоторые люди, у которых репутация отвратительная, принадлежат той или иной нации. Поэтому я не терплю, когда говорят про армян, про поляков, про цыган или про какие-то любые другие нации. Поэтому я чутко реагирую на вот эти вещи. И вижу, что русофобия, ненависть к русскому, к русской истории, к России, предвзятое отношение к ним, очень такие странные обобщения начинают быть похожими на то, что писали о русских ну, такие известные русофобы, как Карл Маркс или Розенберг идеологи фашизма. И вижу, что совершенно спокойно это делается. Ну, например, в своем фейсбуке я написал такое эссе. Я взял выступление Нобелевского лауреата Алексеевич, несколько ее интервью и выступление при вручении Нобелевской премии, и в этих цитатах заменил русский на еврея. И получился совершенно погромный, бесстыдный, бесстыдное поношение нации. Это особенно видно вот благодаря вот такой вот элементарной подмене. я предупредил и сказал, что я подменил. Это не то, чтобы я какой-то фейк выбросил, но это было очевидно. И поэтому люди, которые держат нос по ветру, особенно наши русские, русскоязычные писатели или некоторые либералы, они чуют, что именно эта пища, которую с удовольствием съедят на Западе и в Европе. Так и получилось с госпожой Алексеевич. Поэтому я ненавижу человеконенавистнические тенденции, которые проявляются в запрете на тот или иной язык, в исковеркании истории и пренебрежительное отношение к той или иной нации. И всегда буду выступать против этого. Отец Владимир, осуществует целое научное исследование на тему русской цивилизации. Кто-то считает, что само это понятие выдумкой. Ваше мнение, русский мир, русская идея, русский характер, что это для вас? Православие как основа, а что еще? Вы знаете, конечно, всякие обобщения хромают на обе ноги. И поэтому я готов согласиться с теми критиками, которые говорят, что то, что мы называем той или иной цивилизацией или русским миром, есть в любой стране. Я с этим полностью согласен. Полностью согласен. вы понимаете, стирание каких-то граней национальных, ну и про исторических я даже не хочу говорить, но вот эти грани, самобытность, вот это стремление к самостоятельности и любовь к своей родине, к своей истории и языку свойственно очень многим нациям, и я их поддерживаю. Но это не значит, что нужно вообще всё стирать. Вот этот мировоззренческий космополитизм, метафизический космополитизм я никогда не поддерживал. Я с ужасом вижу тенденцию в Европе, например, где возникают такие националистические явления, но не на пустой почве, только потому, что есть тенденция к унификации всех народов, всех наций. А это означает, что это отказ от культуры. И я с ужасом наблюдаю, что происходит в любимой мною Германии, когда немецкий школьник не изучает немецкую литературу. Ещё язык изучают, а немецкую литературу нет. Она входит со стольной частью вообще в мировую литературу. Это такое насилие над людьми и над культурой и над историей Германии, которое, конечно, мне не нравится. Это тенденция. Я вижу в России среди русских, если они не переходят красную линию, грань, отличающую любовь к своей культуре, к нации, к языку, не переходят эту грань. И они говорят о какой-то особой исключительности, которая намного выше и лучше, чем другие нации, другие языки, другие народы. Если эту грань они не переходят, то тогда я поддерживаю все разговоры и о русском мире, и сам писал об этом довольно много. Я уже говорил о том, что меня интересуют люди, которые находятся на грани. Вот я, например, изучал тех великих иностранцев, которые стали русскими. Я и сам отчасти мои предки тоже иностранцы, поэтому эта тема для меня близка. но у нас несколько десятков великих святых, которые приехали родом из Италии, из Германии. У нас есть святые из Византии, из Греции, из северных народов. У нас много русских святых татар. У нас есть эскимосы святые. Это поразительная черта и важная вещь, которая свойственна вообще русской нации принимать всё, что связано со святостью. И это, конечно, такая глубокая вещь, которая требует и осмысления, и изучения. Вот многие исследователи отмечают, что сейчас такое очень сложное время, время кризиса для русской цивилизации, потому что сокращается территориальное пространство, отсутствует русский вопрос в государственной политике, это проявляется в положении русского языка, сужается сфера его применения. Согласны ли вы с этим? Или всё-таки не всё так пессимистично? Ну, есть материальное подтверждение в цифрах, по крайней мере, которое говорит об этом. Но мы знаем, что метафизические проблемы не имеют никаких границ, вообще не имеют никаких границ. русские люди могут жить вдалеке от своей родины и оставаться послами русской культуры. Таково было, например, первые волны эмиграции, русской эмиграции. И мы знаем, я участвовал в изучении этой проблемы. рассеяние, конечно, плохо. Но если посмотреть с другой стороны, присутствие русских, вот сейчас говорят, что в Германии количество русских эмигрантов или русских, кто осознаёт себя русскими, вот достигнет пяти миллионов. А может быть, это неплохо совсем? Да, если для сравнения взять всё население Латвии, неполных два миллиона. Отец Владимир, а если так вкратце, насколько это возможно, что вас радует и что расстраивает в современной России? Больше расстраивает, чем радует. Потому что, но это моё расстройство, оно не связано так уж, хотя есть, конечно, политические аспекты, не так связано с какой-то политикой или экономикой. Вообще жизнь человека на Земле это жизнь в скорбях, это драматическая вещь, которая часто перерастает в трагические обстоятельства. Нет человека, который не переживает драмы пребывания человека вообще на Земле. Поэтому если посмотреть сверху не от нуля, а от вечности, то выяснится, что это несовершенство земной жизни, несовершенство изгненного из рая Адама, оно свойственно людям абсолютно всем, живущим на этой Земле. Если мы с этой точки зрения посмотрим, то да, этот трагизм и драматизм есть, но он заложен в судьбу человечества. И к этому надо философски отнестись. Надо сделать так, настроить себя на то, что выживание наше оно связано с духовным процессом, душевным и духовным процессом в большей мере, чем политическим и экономическим обстоятельствам. Да, жизнь несовершенна, и земля несовершенна, и государство наше несовершенна. я вижу огромное количество этих многих вещей, которым мы должны поучиться у других народов, у других государств, вот, не умаляя того положительного, что есть. Я бы мог составить огромный реестр моих претензий к этому миру, но нельзя на этом замыкаться, потому что современный человек, к великому сожалению, это человек постоянно жалующийся. Встретились три человека. О чём они говорят? Они не говорят о том, что какая радость произошла у меня, а у тебя что радостного? Он говорит то-то, то-то. Нет, мы говорим о несовершенствах этого мира. какие там такие-то негодные законы приняты, или правители наши недостаточно умные, или наши столкновения, это всегда какое-то недовольство, всегда какое-то брюзжание, с которым мы должны бороться. Я честно говоря, просто бороться, потому что главное в человеке, если должно быть какое-то брюзжание, это брюзжание в отношении себя. Отец Владимир, у нас есть звоночек, мы сейчас примем звонок в эфир. Алло. Добрый день. У меня вопрос немножко, немножко другого плана. В советской школе нам рассказывали, что Толстой Анну Каренину описал как бесправную женщину, за которую решал отец, муж, церковь, все. Сейчас нам объясняют, что Анна Каренина оказывается падшая женщина. И еще второй вопрос по Толстому. Как вы относитесь к его критическим статьям против церкви и к его анафеме со стороны церкви? Спасибо. Спасибо. Так вам как к литературному критику. Очень комплексно. Начну с последнего. церковь зафиксировала то само отлучение от нее, которое провозглашал на протяжении последнего десятилетия или даже двух десятилетий жизни Лев Николаевич Толстой. Это не какая-то месть за его высказывание против церкви, а он говорил сам, что он не является членом церкви, что он этого института. Он много раз себя отнизвергнул из церковных ограды. Он сказал, чтобы никто его не причислял к церковной общине или к церковной жизни. Поэтому церковь зафиксировала это само отлучение. Это если вы почитаете объяснение Святейшего Синода, раньше он назывался не Священный Синод, а Святейший Синод, если вы прочитаете комментарии современных Леву Николаевичу Толстому епископов по этому вопросу, потому что очень многие обращались, вы увидите что-то происходило именно так. Это первое. Второе. Анна Каренина один из самых лучших романов Ивана Николаевича Толстого. Я вообще его люблю и считаю величайшим гением русской литературы Лев Николаевич. Вот один из самых лучших его романов. Да, вопрос, который сам попытался решить Лев Николаевич этим романом. Это о том, что не Бог мстит Анне Карениной, а её поступки и её жизнь мстит ей. Это запечатлено в эпиграфе этого романа. Анна Каренина Женя, которую читатель влюбляется. и не относится к ней как падшей женщине. Это роман, который заставляет любить даже попавшего в грех человека. Это на самом деле очень христианский роман, потому что он отвечает евангельскому закону любви, что не только люби близких к тебе людей, но люби даже врагов твоих. Вот эта непонятная вещь в Евангелии раскрыта в полной мере Львовом Николаевичем Толстым. И, конечно, мы льем слезы и жалеем Анну Каренину. Когда она совершила что-то непоправимое, и тогда логика развития, и тогда последствия многих непоправимых вещей связаны с ее гордостью, с гордыней, удовлетворению своих страстей, желаний и так далее. Эта логика ее приводит к этому. Потому что там все оказывается неверным. Она рассчитывала на одно, получала что-то другое. И, конечно, и любовь надломилась, и трещина, которая превратилась в пропасть. И мы точно не знаем, покончила ли она с собой, или это было какое-то такое иное обстоятельство. Но, тем не менее, конечно, мы сочувствуем ей и сочувствуем ее переживаниям. Так что и третье кажется о антицерковной деятельности. Но я отчасти затронул этот вопрос. Один из самых неудачных романов, кстати, построен на критике церкви. тенденциозность, которая пошла в противоречие не просто мировоззрению Ивана Николаевича Толстого, а его абсолютно христианской писательской писательской таланта. Безусловно, главный герой войны и мира это промысел Божий. Это главный герой, когда все в России происходит по промыслу Божьему. И потом вот так скатиться до ну просто филитониста, которого он превратился в своих антицерковных выступлениях. Отец Владимир, следующий вопрос от ежедневной общественно-политической газеты сегодня. Отец Владимир, научите, как относиться к политическим процессам и социальным явлениям актуальным, сохраняя внутреннюю свободу и любовь к Господу. Как не испытывать отрицательных эмоций по отношению к своему политическому оппоненту? У вас, кстати, в Фейсбуке тоже там разгораются нешуточные политические споры. И в продолжение еще вопрос от радиослушателя. Вот как поступать с христианской позицией, если становишься свидетелем жесткого спора, например, на тему политики на Украине или в Белоруссии? Одни говорят промолчать и не ввязываться, другие говорят, что недопустимо молчать, если затронуто что-то очень важное для тебя, твоя позиция. Вот как быть? Где эта грань? Как вы для себя решаете, ввязываться или не ввязываться? Для меня есть один критерий. Я естественно я не политик, и поэтому в политические баталии вступать мне почти никогда не хочется. но но если за политикой стоит реальная судьба людей, когда людей убивают, когда над людьми какие-то эксперименты делают политики, политики, ввязывание для меня лично, ввязывание политики правда, потому что если ты промолчишь, когда убивают детей, убивают и стариков, старух, которые не являются членами каких-то политических партий, а если политик вмешивается и страдают люди, то твое молчание будет согласен с этим. Поэтому мы должны разобравшись в фактах не пользоваться какими-то слухами, а если ты разбираешься в фактах и взвешиваешь все за и против, и ты видишь, что творится беззаконие, то ты должен высказать свое мнение, если ты публицист, то есть ты на публике. Поэтому вот это единственное, что я как самооправдание, когда я вмешиваюсь в разговорах об Украине, но и не только в Украине, но и на просторах нашей Российской Федерации. Если люди страдают от действий политики, политиков, то мы должны, конечно, защищать людей или высказывать, по крайней мере, свое мнение, основанное на христианских принципах. Все, что приближает нас ко Христу, то благо. То, что нас отдаляет от Христа, то грех. И священнослужитель должен фиксировать эти процессы. Спасибо. Что касается споров, конечно, это ложь, что в споре рождается истина. Это не так. Если спор если это не спор, а дискуссия, это разные вещи. Потому что дискуссия, это когда люди друг друга слышат. Когда люди вникают в аргументы своего собеседника. Дискуссия нормальная, а спор это слова, вылетающие изо рта и ту же пропадающие от движения ветра. Вправо или влево. Это спор ради спора. Вступать в спор ради спора не следует. Но если тебя о чем-то спрашивают, то ты должен ответить. Не уходить от вопросов. И вопрос от журналиста Натальи Лебедевой. Отец Владимир, не собираются ли на ваш взгляд устроить церковный раскол в Белоруссии? Тот раскол подобный украинскому. И как это можно предотвратить, как этому можно противостоять на ваш взгляд? Вы знаете, иногда есть обстоятельства исторические обстоятельства, про которые говорят нет худа без добра. Вот на мой взгляд, на мой взгляд, я просто давно это наблюдаю, я наблюдал за тем, что происходило в Белоруссии в религиозном смысле. власти Белоруссии еще давно, еще 20 лет тому назад, даже может больше чуть-чуть, решили, что сближение с католической церковью Белоруссии это будет панацея от тех нападок, которые в Европе были в отношении Белоруссии. И президент Белоруссии, и его правительство дало небывалую, непропорциональную свободу католической церкви. В Белоруссию приехали ксензы, которые вообще не знали не то, что белорусского языка, они просто говорили на польском языке, понимаете. Им была открыта такая свобода, что передавали бесплатно или за бесценок какие-то деньги, какие-то здания для католическая церковь укрепилась. Почему-то, как мне кажется, президент Лукашенко думал, что вот Папа Римский его защитит от всяких европейских, западных или американских нападок. Но выяснилось, что католическая экспансия в Белоруссии открыла определенные пути, пути-проводы для проникновения других чисто идеологических и политических процессов, которые стали происходить в Белоруссии. Это была большой ошибкой власти Белоруссии. Но почему я говорю, что нет худа без добра? католическая экспансия в Белоруссии не дала возможность раскольникам укрепиться в Белоруссии. Раскольники есть, но очень слабые. Вот этот автокефализм белорусский просто ничтожный, так скажем. И только благодаря знаете кому? К католикам. Продолжение вопроса. Вот с точки зрения исторической перспективы, если немножечко подняться над сиюминутностью, что вы думаете по поводу объединения трех восточнославянских народов снова? Вообще возможно ли это в обозримом будущем, когда мир усиленно старается нас растащить? Думаю, что я за объединение всех славянских, восточнославянских народов первое, и я по своей, по своему мировоззрению склонен к монархизму. Но ни того, ни другого, к сожалению, в ближайшее время даже предпосылок нет. Ни тому, ни другому. Поэтому мы можем только это в своих мечтах думать об этом. Но я вам хочу сказать, объединение политическое возможно только тогда, когда это объединение будет в ментальном виде. Понимаете? Если этого нет объединения в культуре, религии и метафизических каких-то областях, так скажем, то тогда и экономически, и политически это будет насилием над государствами и народами. вот надо не упустить того, что уже еще осталось, еще есть. Мы видим, что какова была политика на Украине, как она сейчас продолжается. Армия, вера, мова. Армию оставим в стороне, это проблема государственная. но вы видели, какая идет борьба. Вера и язык. Вот что важно, но это абсолютно фашистское мировоззрение, потому что и вера, и язык, это вне каких-либо государственных рычагах управления. это невозможно победить государством, кроме как насилием. Видим, как на Украине насильственно загоняют людей в ту или иную церковь, насильственно закрывают, отбирают храмы, насильственно проповедуют ложь о том, что украинская церковь молится на Путина, и она является агентом ФСБ, и про язык. Запретить русский язык в образовательной сфере, культурной сфере, книжки не издавать, фильмы запретить только потому, что там говорят на русском языке. Ну, это фашизм. Ну, у нас самый настоящий. Вот. И это не хотят замечать. В Западе открывая шлюзы этим фашистским явлением для того, чтобы Европа стала опять нацистской. Это абсолютно понятно. Эта тенденция абсолютно видна. Вот через Украину особенно. Ну, отчасти и Прибаловский не в таком масштабе, но тем не менее эти процессы тоже наблюдаются. Вот до перерыва у нас есть пару минут и вопрос от журналиста Людмилы Анисимовой газеты «Латвийские вести». Нам в Латвии доказывают, что ради сохранения и развития латышского языка нужно отовсюду изгнать русский, в том числе из детских садов и школ. Насколько важен вообще родной язык как таковой для национальной идентичности? Это вот ваш взгляд. Ничего плохого нету в том, что государство развивает любые формы закрепления своего языка, как на Украине, Белоруссии или в Прибалтике. Это нормально. Эта тенденция есть и в самых разных, в Исландии, например. Просто деньги дают государству на издание книг на исландском языке, например. Хотя люди там говорят на двух-трех языках и так далее. Ничего плохого в этом я не вижу. Но за счет унижения или дискриминации других никогда ничего хорошего не будет. Это точно. Это ошибочный путь. Никакой дискриминации быть не должно в отношении тех, особенно когда это люди, людей много говорящих на другом языке. это дискриминации ничего хорошего будут презирать и свой собственный язык. Если ради языка запрещают своего языка будут запрещать другие языки, это наложит такую печать неправедность и правителей и наций и даже самого языка. Спасибо, отец Владимир. Сейчас мы прервемся на новости и рекламу буквально на 5 минут. Оставайтесь с нами и напоминаем телефоны нашего прямого эфира 672-12-939 672-13-939 и на следующем этапе нашей беседы постараемся принять еще звонки в эфир. Добрый день. В эфире прямая линия и с нами на связи протеерей Владимир Вигелянский, преподаватель Сретенской Духовной Академии, настоятель двух московских храмов, публицист, литературный критик. Эфир проходит в сотрудничестве с журналистами Международного медиаклуба «Формат А3» в рамках проекта «Культурная линия». И вопрос от журналиста газеты «Суббота» Елены Смеховой. Для чего человечеству послан коронавирус? Как наказание или как испытание? Какие последствия пандемии, на ваш взгляд, могут оказаться самыми плачевными? Насколько реален сценарий электронного концлагеря, о котором говорит Никита Михалков? Большой вопрос, требующий некой мотивировочной основой для того, чтобы ответить на первый или второй вопрос. Конечно, это испытание связано, если метафизически говорить, связано с поведением человечества. вообще человек на земле живет неправильно, и его неправильность заключается в том, что он, это он портит все, что ему дает природа. это мой взгляд такой, он может быть с ним не согласятся, но тем не менее, мне кажется, что это, конечно, испытание для нас, и мы не всегда правильно реагируем на то, что происходит в связи с коронавирусом. С одной стороны, мы видим, как страдают от болезни многие другие люди, люди умирают, но мы совершенно спокойно до этого наблюдали, как люди умирали от других болезней, и человечество не кричало, как сейчас кричат по поводу ковида. По крайней мере, ученые говорят о 15 болезнях, от которых люди умирают намного больше, чем от коронавируса, и тем не менее, в связи с этими заболеваниями у нас нету таких программ и таких мозговых штурмов в борьбе с ними, и может быть пандемия коронавируса подтолкнет человечество и медицинскую науку к тому, чтобы покончить с другими болезнями, о которых я говорил. Это что-то положительное. И другое. Уже сейчас вирусологи вместе с работой над антивирусом уже говорят о том, что некоторые вакцины будут бороться не только с коронавирусом короны 19, ковидом 19, но и с другими гриппозными вирусными заболеваниями. Это положительное, если это будет положительный результат в связи с этой пандемией, то это будет хорошо. и значит какое-то испытание мы правильно на него отреагировали. Это первый вопрос. Второй что-то у меня вылетело из головы. По поводу цифрового концлагеря, о котором все время говорит Никита Михалков. Михалков только констатирует то, чего говорили или говорят многие другие люди. Но вы понимаете, в России на сайте мэрии Москвы было сказано о том, что о тех попытках цифрового вмешательства в жизнь людей и в их болезни, связанные с контролем над человеком и попыткой рассортировать, если он виноват, то ему платить за это не будут, а если он виноват, то, то есть, вернее, если он не виноват, только тогда страховка может быть. этот способ этот способ всех людей отцифровать, залезть в его поведение и в его жизнь, конечно, должна страшить любых других людей. Вместе с положительными какими-то явлениями, когда могут за человеком наблюдать безгрешным и человеком, который не выступает против общества, есть, конечно, масса отрицательных сторон. Вот это внедрение технологий уже не только влияние на мозги через средства массовой информации, а внедрение уже во внутрь человека, это очень опасное явление. Мы что, не знаем, что есть злая воля людей в отношении человечества? Мы что, не знаем огромное количество сообществ, которые на протяжении уже многих десятилетий думают о том, как внедрить в человека контроль, чтобы контролировать рождаемость, потому что богатые страны не хотят кормить бедные страны, и поэтому это затрагивает их финансы, и что они хотят уменьшить количество рождаемости в одних странах, и увеличивать или, по крайней мере, не мешать рождаемости в других странах. Вот эта селекция тоже называется фашизмом. И это и есть концлагерь. Там, где есть любые возможности селективного отношения к человеку, это и есть концлагерь. Поэтому люди, которые обращают на это внимание, Никита Сергеевич Михалков один из многих людей, которые обращают на это внимание, во всем мире, то мы только должны ему сказать спасибо, потому что эти звоночки для того, чтобы мы сами поразмыслили. А мы хотим, чтобы кто-то без нашего ведома мог бы разложаться нашими функциями, в том числе репродуктивными функциями, ну или там болезнями, или еще другими какими-то вещами, то выяснится, что большинство людей, живущих на планете, не хотят этого вмешательства. У нас поступил очень интересный вопрос из Пензы. Да, где недавно начались съемки документального фильма о святом Иоанне Рижском, о священном ученике. Архиепископ Иоанн Помер был выдающимся церковным и общественным деятелем в начало 20 века. И будучи главой Латвийской Православной Церкви, латышом по национальности, он очень активно выступал за сохранение на территории Латвии русского языка и русской культуры и выступал в том числе с трибуны Сейма, депутатом которого он был в Пензе. Владыка служил всего три года, но оставил там огромнейший след в истории города. И нам поступил вопрос от научного консультанта этого фильма Киры Арестовой, кандидата исторических наук, доцента Пензенской духовной семинарии, автора двух книг об Иоанне Рижском. Дорогой отец Владимир, низкий вам поклон, скажите, пожалуйста, в чем вы видите миссию священномученика Иоанна Рижского, миссию сегодня для Латвии и для всего православного мира. И вдогонку еще пришел вопрос из Молдовы, где же журналисты подчеркивают, что Молдова это православная страна и спрашивают, что общие святые и святыни должны объединять, но на деле так не происходит. Почему? Я имею честь быть носителем награды в честь священномученика Иоанна Рижского. У меня есть медаль первой степени от Латвийской церкви. Я очень не просто люблю этого священнослужителя святого, но и благодаря этой медали очень прочитал большое количество книг и наследие Иоанна Рижского, в том числе книг, изданных в Перми. Поэтому к фильму благожелательно отношусь, жду с нетерпением. У меня вот святой Иоанн Рижский огромное количество вопросов оставлено после его блаженной кончины, мученческой кончины. И многое было затуманено и намеренно затуманено, потому про него писалось, что это окушение политическое, другие, что это экономическое, третьи за его гражданскую позицию считали, и пора поставить некоторую точку в отношении даже его блаженной кончины. Я уж не говорю об изучении его наследия. Что касается подавших фильм с большим интересом, жду его выхода и распространения его жития и его проповеди, писем, которые я тоже читал, считаю очень большим благом. наши святые в церкви нет никаких разделений. Наши святые в нашей церкви, да не только нашей, вы понимаете, мы чтим святых греческих и, ну, короче говоря, многих святых и неразделенной церкви. Вот я, например, служу в храме мученицы Татьяны. Татьяна мученица, римская мученица. Римская мученица, понимаете? конца третьего, начала четвертого века. И ее почитание у нас намного больше, чем в Италии, чем в католической церкви, почитание мученица Татьяны. У нас нет никаких границ. И это действительно надо опираться на очень многие вещи, что объединяет людей, а не то, что их разъединяет. И наши святые, и святые христианские церкви, это как раз то объединяющее всех нас, что мы должны ценить и что никогда не будет фактором разделения, это всегда будет фактором соединения. В вере мы все одни, там нету ни эллины, ни уйдеи, и нету даже гендерного различия между мужчиной и женщиной, как писал апостол Паев, во Христе мы все едины. Если это единство сохраняется во Христе, то надо и политикам посмотреть, почему там сохраняется, а у нас люди разделяются. Может быть, они найдут что-то положительное в христианском мировозгрении, нужное для жизни людей на земле. И у нас чуть-чуть времени осталось, такой более светский вопрос из Литвы, журналист Александр Шахов. Тема «Православные священники и богатство роскошь». Эту тему часто используют как средство критики православия как такового. Каким аргументом в таких случаях вы прибегаете, если приходится участвовать в дискуссиях на эту тему? Дело в том, что мне скоро будет 70 лет, а я священник всего 25 лет. Если отнять от 70 25, то получится, что у меня опыт светской жизни намного длиннее и больше, чем священческой жизни. из писательской среды журналист и из этой среды творческой интеллигенции московской. Если сравнивать церковную среду и иные среды, то выяснится, что тяга к роскоши или там к комфорту и так далее в церкви на десятки ниже, в другой какой-то среде. Конечно, это есть, потому что священники небезгрешны, и есть и такая тяга среди всех. Господь говорит, что там на небесах нету ни ржавчины, нету моли, и надо с собой брать то, что не подвержено вот этой коррозии, где ваше сердце, там и ваше ценности, там и ваше сердце. Вот поэтому христиане все-таки знают, что в небесном банке хранятся совершенно другие ценности. И поэтому, хотя претензии такие есть, но я бы посоветовал людям в первую очередь обратить свой взор на себя в этом смысле. Я тоже осуждаю, если есть это. Но я этого роскошства, честно говоря, вижу очень мало в церкви, очень мало, в отличие от других сообществ. Вопрос от Александра Малноча, латвийского историка. В России каждые сутки в среднем возводятся по три храма. Не лучше ли направить силы и средства на другие богоугодные дела, строительства школ, больниц, презрения бедных? Ведь даже старые храмы небогатой паствой, считает Александр Малныч. Это ошибочное мнение. Ошибочное мнение. Могу сказать, что в русской церкви 32 тысячи храмов. По сравнению с дореволюционной русской церковью, это только четверть того, что было до революции. Поэтому сначала давайте мы какую-то выполним некую акт справедливости по отношению к тому, что было и что есть. Никакая церковь не строится на пустом месте. в строительстве церкви вовлечены сотни людей. Их деньги, их желания, их вера, их молитва. Поэтому это народное дело. Это не навязанное сверху какими-то там церковниками, у которых карманы лопаются от денег. Это строительство храмов, это желание снизу. Это абсолютно народное дело. Это и есть гражданское дело. Поэтому я совершенно с этим не согласен. К тому же мы не достигли никаких еще раз говорю, не достигли хотя бы половины того, что было до революции. Отец Владимир, а есть ли у вас надежда на то, что нынешнее юное поколение в России будет больше склоняться к идее патриотизма, нежели к либерализму? Такой вопрос поступил. Ну, вы понимаете, мы жили в эпоху, когда слово патриотизм было аккредитировано идеологической подоплекой. Вот. А если этой идеологической подоплеки нет, а есть просто любовь к отеческим гробам, как говорил Александр Сергеевич Пушкин. Вот. И это желание самостояния зависимости и самостоятельности. Это и есть патриотизм. Это и есть любовь. Потому что когда мы кого-то любим, мы любим их грешными и святыми, и святые черты в этих людях мы любим. ну и любим и прощаем грехи. Вообще любовь плохой быть не может. Понимаете? Любовь это определенная жертва. И поэтому когда человек любит свою культуру, свои ценности, свой язык, свою родину, место, где он родился, место, где родились его предки, то что плохого? Только хорошее. Это только хорошее. У нас так мы живем в эпоху полного оскудения любви. Но хоть это оставить, но и этого не дают. Это как-то так или иначе является общественным, неким общественным порицанием. Это плохо. Разве живя русские, живя в Латвии, не любите тех, кто любит свою родину? Ну, конечно же, вы любите их. Понятное дело, что это люди совершенно другого даже склада. Если они не любят родину, вообще что с них взять? Вы понимаете? Поэтому патриотизм это дело хорошее для всех наций. Спасибо огромное, отец Владимир. Напоминаю, это была прямая линия с протеереем Владимиром Вегелянским и информационным поводом был выход книги под названием «Русский ключ». Мы еще раз, пользуясь случаем, поздравляем вас с выходом этой книги и сообщаем нашим радиослушателям, что книга поступила в продажу, ее можно в торговой сети, книжных магазинах «Полярис» приобрести, и там вы прочитаете размышления отца Владимира о тех темах, которых мы коснулись сегодня и тех, которые у нас остались за кадром. Спасибо огромное. С праздником церковного новолетия. И ввели прямой эфир Ольга Авдевич и Наталья Захарят. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok